Аллах, Аллах вас не учит делать плохое дело, Аллах учит тоже хорошо делать. И по Корану тоже есть за гробом мучения для плохих людей. Я Коран имею, я читаю, знаю. Мы в поездке были вот в Баку, и мы в доме у мулы ночевали, а потом в мечеть ходили. Мне мусульмане очень хорошо известны. Люди честные, добросовестные, любят старших, женщин своих сохраняют. Правда, на стороне блудят, как жеребцы. Вот это плохо. А мы верим, что Христос умер за наши грехи и зовет к покаянию, чтобы мы для Бога жили. Это у вас Иса называется, Иса. У вас есть Марьям. Марьям – это Дева Мария. Видите, у нас есть общее что-то. Сказать, что мы не чужие друг другу. Мы дорогой ездили, где мы молимся. И там рядом мусульмане работают, дорогу строят. Они никогда в обиду не дадут. Я спрашиваю мусульман, скажите, а что у вас самое главное, самое дорогое в вашей вере-то? Они не знают, что сказать. А вы знаете, что самое дорогое у вас? Я? Да. Что в вашей вере самое ценное? Это честь. А вот это у меня что такое? Это намаз. Пять раз в день молиться. Вы молитесь пять раз в день? Да. А у нас молятся семь раз. Это самое ценное. В пять раз вы становитесь и молитесь Богу. У нас очень большой сайт есть. В Ютубе, если желаете, можете зайти. Называется «Открытым оком. Во свете Библии». Там очень много найдете. Как мы проехали шесть мусульманских республик, Турцию прошли. У меня 38 книг вышло из печати. Я библиотеке дарил, и во все республики, везде. Как нас встречали. В Чечне особенно. Некоторые говорили «Поедете, там головы режут». А нас как родных братьев встретили. У нас хорошее мнение осталось. Мусульман такие же. Ну вот, если будет желание, заходите на наши ресурсы. До свидания. А у вас Евангелие есть? Нет. А где вы живете, там, в православной церкви есть? Есть. Так вот, зайдите и попросите, купите Новый Завет. Это надо подробно, долго отвечать. И вы там... А почему же такого не бывает? Да как не бывает? Это было? Это не бывает. Это выдумки. Значит... Это какой-то человек придумал, а вот вы верите. И тут на рулетке всем это втираете. Это все пиздежно. Это правда. Вы хорошо биологию знаете? Я хорошо биологию знаю. Скажите, почему у морского ежа нету пола? Он гермафродит. Нет. Нет. Нет только мужского семени. Что-нибудь узнать о том, как душу спасти, чтобы в ад не попасть? Ну, можно. А у вас Евангелие есть? Да. А церковь православная в том месте, где живете? Да. Вот вы можете купить там Библию или отдельно Новый Завет Евангелия. И тогда у вас будут вопросы. Дело в том, что Бог сотворил этот мир и сотворил человека. И первые люди Адам и Ева согрешили и были изданы из рая. И мы рождаемся подобные им. Поэтому на землю пришел Иисус Христос, Сын Божий. Взял грехи мира и умер за них. За каждого из нас. И когда мы веруем и просим прощения, он имеет власть простить. Чтобы в вечности быть с Богом. А если человек неверующий, а я не признаю, от этого ничего не меняется. Человек неверующий гнев Божий получит. То есть будет с левой стороны стоять и пойдет в ад. В огонь вечный. Где червь не умирает, огонь не угасает. Витя, а можно спросить? Давайте. Бог как бы прощает нам грехи, по сути, да? За поверь. Поверь. Когда мы верим, мы говорим, Господи, я тебя принимаю. Войди в меня, живи со мной. И я тогда обещаюсь больше никогда не грешить. Вот такие условия. Но если я, например, согрешил, я в любом случае попаду в ад. Нет. Пока вы живы, есть возможность покаяться. И сказать, Господи, прости меня. Бог может простить, потому что ваш грех уже отвечен. И за него заплачено, так сказать. Он умер за нас. Христос Спаситель. Почему Красный Крест? Крест на государственной машине. И везде крест. И на могиле. И человек на себе носит. Свидетельство о том, что он признает Иисуса Христа. Он умер за грехи наши по Писанию, как пророки предсказали. И Воскресе. Вы желаете больше узнать о душе? Как жить надо, чтобы в ад не попасть? Да, давайте. А вот я спрошу, что у вас дома Евангелие и Библия есть? Да, есть. И вы ее считаете? Да. Хорошее дело. Так вот в Евангелии, как раз в Библии говорится, что на землю сошел Сын Божий, Иисус Христос. И взял грехи мира на себя, чтобы люди верою получили спасение. Верою. А если не верит человек, гнев Божий пребывает на нем. Евангелие Теана 3.36, прямо говорится. В Деяниях Апостолов написано, что нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. 4.12. И поэтому уверовать во Христа – это цель жизни. Прославить Его своей жизнью – это цель жизни. А без Бога никакой жизни-то и нет. Вы видите, что делается? Вот на этом ресурсе, вот здесь, в этой рулетке. Прямо безобразие и ужас сколько. Раздеты, половые органы показывают. Почему? Потому что Бога не верят. Разве это можно делать? Человека верующего на первом месте – страх Божий. Господь видит. А тут молоденькие прям девчонки, совсем молоденькие ребятишки, сразу матерятся, курят. Они не жили. Господь называет это отребье земли. Они родились на погибель. И мы вышли на то, чтобы им сказать, чтобы они изменили свой путь. У вас вопросы какие-нибудь есть по спасению души? Ну, все мы не без греха, конечно. А вы православный или мусульманин? Православный. А если православный, то вы в храм ходите? Конечно. А как часто? Редко. Редко, значит. А посты соблюдаете? Нет. Нет. А на исповедь ходите? Тоже редко. Видите как? Надо быть по-настоящему. Почему Ян Златоуст говорит для многих слова «христианин» – пустой звук, вводящий других в заблуждение? Вот я буду считать, я на работе, а сам не хожу. А у верующих каждый день обязанности. В первую очередь надо молиться. И спрашивать силу у Бога. Это называется щетки. Сто поклонов. Давид говорит царь. Это 118-й псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя. Даже при наличии государственной работы такой, и он находил время молиться. А мы-то менее занятые. А люди внезапно умирают, погибают где-то. И поэтому ежедневно мы должны себя приготовить к исходу из этой жизни. Жить настороженно. Чтобы Господь не сказал, а вот ты нарушал мои заповеди. А написано, город на вершине горы не укроется. Дела наши добрые должны прославлять Отца Небесного. Вот я вам покажу наши ресурсы. Называется «Открытый воком» во свете Библии. Посмотрите, это большой YouTube. 13 700 роликов у нас. А если под таким названием еще и сайт добавите, выйдите на сайт или на форум. Видите, меня звать Игнатий Лапкин. Если вы зарядите так, вы можете по скайпу меня найти, если я вам потребуюсь. Потому что это жизнь. Все меняется. У вас вопросов нет? Нет. Ну, с Богом. С Богом. Все хорошо. Давайте что-нибудь больше узнать про свою душу. Как правильно надо жить. Как на суд Божий предстать. Как... Спасибо. Я не верующий. Не верующий совсем. А не верующие по слову Божию будут с левой стороны стоять на суде Божьем. В ад в огонь пойдут. Надо уверовать. Попросить у Бога защиты Сыне Божьем Иисусе Христе, который умер за наши грехи. А вы кто? Я православный проповедник. У нас большие ресурсы. Вот смотрите. Ресурс называется открытым оком во свете Библии. Ютуб. А вам нужно деньги положить? Вот вы можете себе записать. Деньги положить? Да. Православная церковь. Мы видим, что люди не знают Бога. Вот здесь вот в этой рулетке тут столько мерзости, пакости. Показывает, что не надо. Матерятся, курят. Тут-то ничему умному не научишься. Поэтому мы выше... Вы веруете? Вы веруете? Да. Мы верующие. Мы христиане православные. А я славянин. Я старообрядчик. А я мусульманин. Ну, так старообрядцы, это православные есть, только старый обряд. А вы старообрядец, так выходите в храм свой? Я мусульманин. Свой нет. А как? Вы говорите старообрядец и мусульманин. А старообрядец и мусульманин, это разное. Я мусульманин. А, вы мусульманин. У мусульман, у них Коран. Я знаю. Да. И они, также у них написано, что будет страшный суд. и грешники будут вывержены в огонь когда будет война мусульманская по пророчеству должно быть да должно быть но никто не знает когда но судя по событиям где-то недалеко судя по предварительным условиям если человек христианин так как-то по голову поднимите повыше чтобы видно было так повторите вопрос человек короче у меня знакомый есть христианин он короче по приколу говорите по иншалла мошалла и все такое и что это плохо а что с иконами делает с иконами ничего он просто говорит он христианин но говорит там слова аллаху там я не знаю ну слава-то аллаху это другой вопрос ассалям алейкум сказал тут плохого нет он попросту поздоровался гуд молин гутен так разницы никакой нет иншаллах он говорит но аллаха не надо трогать потому что он христианин у нас бог господь иисус христос нет а что будет человеком который так шутит шутку говорите по иншаллах человек который не верит в бога он будет после смерти в огонь брошены добрый день мы православные христиане вы зашли сюда чтобы людям рассказать о христе о спасении потому что когда человек умирает ему отвечать за все придется чтобы в ад не попали вы желаете что с вами поговорили на духовную тему на принципе не проблема а у вас евангелия в доме есть евангелия нет библии библии целиком есть так но там библия в библии евангелия есть там говорится о том что на землю приходил сын божий иисус христос и умер за грехи людей и все грехи мира берет на себя агнец божий который берет грех мира и верующие него иметь жизнь вечную они верующие не увидеть жизни но гнев божий прибывает на нем так говорит нам евангелие а кем для вас является иисус христос но это это человек который взял все грехи людские на себя перед богом то есть спаситель да именно так а то хороший человек так я говорю высоцкий хороший чем отличается то я просто свое время много библии читал ну как бы было время для этого понятно а в церковь то ходите хожу но по мере возможности понятно а посты не соблюдаете нет к сожалению нет раньше соблюдал сейчас нет а вы себя как считаете вы православный ли кому-то к другим относитесь смысле вы имеете ввиду ну бог един я думаю ну то есть кто вы баптист католик православный кто вы ой да я верю моя вера внутри себя живет не обязательно там носить крестик на груди или там сон солнце главное вера внутри тебя бог внутри тебя живет а бог един кому бы не поклонялись люди бог един ну как кому не поклонялись он взял грехи мира на себя криминам 623 говорится возмездие за грех смерть вот у меня есть вот ролик стоит на нашем ю тубе вот если вы имеете возможность вот зайдите на наш youtube он называется открытым оком во свете библии посмотрите он очень может себе запишите и там сайт есть таким же названием и форум там очень богатый материал ну и там видно мы с миссионерской поездка ездили и были в азербайджане в доме мулы это как у них священник мусульман начинали и там какая у нас была беседа и там жена его грамотная очень я открыл как раз римлянам 623 они согласились возмездие за грех смерть мы сошлись а полностью я говорю а дальше что ну добрые дела ну добрые дела делать вот меня посадили в тюрьму я убил человека но я раскаялся я добрый буду давать жертвовать а то то куда денешься меня никто не выпустит меня все равно приговорят к смерти а что я благотворительной деятельностью занимаюсь конфетки там детям посылаю уже никакой роли не играет как мы спастись должны душу душат бессмертная я вел занятия одновременно в пяти университетах и вот такой вопрос тоже а вот я тайна я в душе имею у меня ответ такой тайное исповедание христа это открытое предательство бога тайной нет веры почему христос город на вершине горы он не может поймите поймите сейчас ну идет такое поколение да допустим у меня бабушка верующая очень сильно в этом отношении как бы может по корням это передалось ну и в тюрьме сидел тоже так скажем за убийство ну а в тюрьме большинство случаев людей они как бы обращают внимание на веру богу ну вообще много кто начинает веровать там искупать молить свои там грехи но суть не в этом святом то что нынешнее поколение которое сейчас которую я вижу допустим что такое допустим храмы это ну как можно ну просто вот ради интерес вот просто простите это ну я не знаю как как правильно сказать ну это просто не то что это немыслимо чтобы ты пошел на крещение тебе продали святую воду невозможно купить святую воду почему в библии написано что когда иисус христос пришел в храм и увидел что там продают там курей там зверей тому подобных вещей он там все сломал дабы объяснил что божий храм святой здесь ничего не будет продаваться ты же заходишь грубо говоря сейчас церковь чтобы поставить свечку ты за нее платишь то есть своего рода храм храм куда мы сейчас ходим он стал своего рода рынок понимаете рынок то есть люди приходят платят деньги посмотрите на многих ну как вам сказать попов там ну и как там по высшей расе они же ездят на мерседесах ну блин ну да нет но это конечно бред сейчас церковь она очень сильно изменилась и ну видя допустим да да допустим даже знаете я вам расскажу такую историю что в жизни встречался общаясь в храме с человеком он такой дружелюбный такой весь послушный и приятный человек выйдя с храма встретив на улице от него таким негативом сердце я человек эмоционал и духовно могу очень много что увидеть и видно что это через в нем живет бесовское то есть человеком уже неприятно разговаривать зная что в нем есть бесовское церковь это для сейчас это стало каким-то прикрытием то есть он пришел помолился и пошел дальше воровать тот человек который тебе проповедует он сам ворует и сам ездит и живет пинхаусах я не но не настолько принципе но сейчас наше время в наше время чистым горбом ну как да даже высоцкий как мы если затронули тему то никто не сможет себе заработать на квартиру чистым трудом честным чистым трудом да можно выучиться да там где-то без этого но не без этого ну как человек может позволить себе пять квартир ездить на мерседесах и еще его там грубо говоря сопровождают сотрудники там полиции да и он тебе проповедует ты в нем видишь просто ну он нас видит мешок с деньгами не гуля того то есть я сейчас вижу церковь в первую очередь конечно она божественная да там живет сила ну вот это внутренняя да но то что сейчас ими заправляет я считаю это какая-то вымогательство коррупция преступность преступность даже так сказал нету того что было раньше и ну как раньше это все было как меня бабушка учет как я видел людей я много с чем стал а вы об этом говорили со священниками говорили об этом знаете знаете не обязательно говорить со священниками посмотри человека далека я тоже могу много что рассказать ну я тоже могу много рассказать про это чтобы они жили бедно о чем вы говорили чтобы они от этого отстали желание исправить у вас есть это положение желание исправить что так чтобы так не было было как в апостольские времена бедные были и они трудились для людей везде жертвовали ездили по всему миру проповедовали не на машинах пешком вы могли бы вот так вот все сказали я вас не опровергаю это так и есть ну пошли к священнику поговорили скажи батя ну как же вы же дети от церкви оттолкнули церковь была гонимая она сегодня не гонимая презираемая извините извините вот честно ну каждому свое и свое не каждому как вы сказали все рано или поздно вас воздастся богом то есть ну смысл не говорить человеку то что он сам знает это от не задавай человеку не задавай человеку вопрос на который ты знаешь ответ и в первую очередь он сам знает этот ответ тем более если он ну там какой-то высший да там по каким-то там параметрам в этой церкви он в первую очередь знает корни зачем говорить ему то то что он знает если он уже сам от этого отрекся и не хочет идти как все бедно но бедным бедное тело но богатая душа а у них наоборот сейчас пустое пустая душа но богатое тело понимаете уже совсем по-другому я вас хотел спросить скажите а вы написанному в библии верите что это от бога написана книга ну вообще вообще если честно история библии до наших времен переписывалась три раза три раза ее переписывали и все таки я читал такую книгу оша я очень много читал библию и попал сидел в тюрьме и сидел с такими заготычными зэками которые свое время очень сильно опровергали библию что там написано неправильно и тому подобные вещи что это своего рода как порабощение человека и тому подобное чтобы загнать его в рамки как и в тюрьме ты там сидишь знаете библию прочитав один раз ты не поймешь 2 3 5 10 она в свою очередь будет открываться с каждым разом все больше и больше чем ты больше ее будешь читать и ты ее воспринимать будешь ровно столько так как тебе дает ну само писание я читал оша до горчичное зерно и он берет с библии какой-то определенную ну там ну стих да мы будем так говорить и стих и он описывает этот стих как он это понимает простыми доступными словами просто простыми обычными словами чтобы человек понимал с любого школьник ты или там высшее образование у тебя или простой ты человек там да там и настолько открывает на многие грани там допустим вещи что ты перечитывая библию ты это тебя подпитывало и когда я читал вслух оша горчичное зерно ну изначально мне все говорили в камере а мы сидели в камере полгода и мне говорили в камере ну зачем ты лет читаешь по это бред а я сидел с парнем который дали восемнадцать лет он молодой ему тоже 18 лет стукнуло как бы я его говорю ты не грузись сильно или ты сейчас здесь гниешь и ну воплотишься в то то что здесь есть или ты как губка впитаешь но и вы ну то то что есть выжмешь и останется таким же человеком какой то есть на самом деле то есть ну это тебя не поработит это тебя не сломает ты не сгниешь ну и останешься человеком и когда я читал мы долго оспаривай а потом когда я второй раз начал перечитывать они уже задумались уже тогда они начали думать и многие просто начали читать библию но опять же для кого-то это просто провождение времени кто-то прочитал и забыл кто-то что-то взял я сейчас разрешите я спрошу вы видите библия переписываясь три раза раза так оно не три раза много раз так она не изменялась переписывалась бухов-буху переписывается нет 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 как как нет нет давайте не будем гать есть очень много разных библиях каких-ч delivery которые противоречат нашей библии нет Но это и Витяки, и наша Библия одна. Поймите, еще, подождите, подождите, можно я скажу свою мысль? У нас слово, да, у нас слово, допустим, не поставь туда ударение, оно поменяет свой смысл, да? Ну, смысл, слово. Есть, допустим, предложение, как ты его прочитаешь, и он тоже будет нести свой смысл. Я считаю, что многие, кто же Константин, если я не помню, Константин, да, собрал и на остров посадил, они переписывали Библию, и потом... Этого не было никогда, этого не было никогда, это обман атеистов. Я вам расскажу, я, позвольте, скажу вам, Библия писалась в продолжении 1600 лет, 1600 лет. Писали примерно 40 авторов, и написано, писали святые божьи человеки, будучи движимым и духом святым. Вот у русских Библия на русском языке появилась впервые в 1876 году. В 1876 переводили с арамейского, которые книги с греческого, с греческого, с еврейского. Никто ни одной буквы не добавил, за этим Бог смотрит. Небо и земля придут, ни одна черта не пройдет. Так что, теперь, я вот к чему говорю. Если вы считали Ветхий Завет, и вы не можете сказать, если сомнения есть, тогда вообще читать не надо. Оно истинно. Я лично смирял на английском, немецком, зная языки, я смирял. Буква в букву идет. Так вот, из Исакири написано, 3.18, 3 глава, 17 стих. Если ты видел греческого, согрешающего, и прошел мимо, и не обличил его, он погибнет, а его кровь я обзыщу с тебя. Но если ты ему говорил, а он не послушал, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Я к чему говорю? Если вам так открыто, что в церкви неправильно, а я вас не опровергаю, то почему бы вам не познакомиться со священником, прийти и поговорить? Есть высший епископ. Пойти к нему и сказать. А почему вот так есть? Я говорю, ничего нельзя сделать. Это неправда. Я воинскую часть, допустим, я работаю в воинской части. Я бы мог не говорить. А я вижу, что рабочие солдаты строят дачу начальнику. Я раз поговорил, не понял. Я пишу в министерство, и этого начальника же его убрали. Это прекратилось. А говорят, ничего нельзя сделать. Я ей отвечаю, ничего еще не делали. Вы прошли тюрьму, а я пять тюрем прошел, за слово Божие. Я в лагере смерти отбывал. Меня 26 лет мучила только психиатрия. И они ничего не могли сделать. Я в 23 года уверовал. Открыл сердце для Бога и принял его в свое сердце. И с тех пор пошел. Вот мы строим православную деревню с нуля. Получили статус. Поселиться может кто? Пять качеств. Что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Учителя государственную зарплату получают. Школа государственная. Своими руками храм все построили. Дороги, пруды в основном. Государство ни рубля не дало за 27 лет. Я начальник детского лагеря. Единственный лагерь в стране православный. 45 лет. Тысячи детей подняли. Ни одного отравления, ни одного поврежденного. И кроме преследования я ничего не получил. Ни рубля. Но я не опустил руки. Почему? Я для Бога это делаю. Это Божье творение. Я должен помочь им. Вы молодой человек, тем более, видите, как здраво рассуждаете. А почему бы не пойти, не сказать? Вы не знаете. А может быть прислушается и скажет, что же я делаю. То Мерседес продаст, да деньги раздаст. Вы скажите, вы из какого города вообще? 39-й год рождения. Вот будет мне 80 лет. Не, 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 не. Город, город. Город Барнаул, Алтайский край. Алтайский край. Деревня, да, у вас? А вот мы 150 километров от Барнаула деревню восстанавливаем. Я летом там, а зимой, сейчас я в Барнауле. И никогда не надо опускать руки. Я писал, когда раньше было, всем патриархам писал. Они крестят как, за деньги, ладошкой мокрой и иди. А надо человека учить. Я вот преподавал в пяти университетах. Так у нас студенты, чтобы приняли его на крещение, у нас проходили 500 часов образования. Это единственное место в России. И мы сумели остановить это безумие у них. Теперь строят купели в полное погружение. А еще ничего нельзя делать. Это неправда. С нами Христос. Поэтому враг попятится. Я писал обличительные письма и президенту, и всем писал. В ООН даже писал. А потом горком вызывал и говорили, вы писали. Я говорю, а переходите к нам. Вы такую бы пользу принесли. Я говорю, вы сами друг друга не знаете. В одном кабинете можете завтра предателями быть. Почему? Неверующие. Когда человек знает, что что-то есть, тогда он ведет по-другому. Был такой самый знаменитый проповедник. В 407 году он был, ссылку его сослали, Ян Златоуст. Город Златоуст у нас есть на Урале. Так вот он говорит, мне говорят, вот ты проповедуешь, а твои прихожане, вон они, в пивнушку зашли. Ты говоришь, а у меня живет сосед, жить с ним нельзя. Он говорит, хорошо, я вас не опровергаю. Но у верующего три причины быть хорошим. За каждое злое дело ему грозит ад, мучение. Это страх Божий, начало мудрости. Второе, за добрые дела. Бог наградит его в вечности, когда воскреснут все из мертвых. И третье, с помощьюствующей благодать Божией. И несмотря на это, вы говорите, не такие они. С этим я согласен. Но что неверующий, у которого ничего этого нет, он хороший, этого я сказать не могу. Я подтверждаю его слова. Это не просто так. Каждый день мы себя чищем. Как Чехов Антон Павлович говорил, я ежедневно из себя по капле выжимаю раба. Никого не бояться. Выпросите у Бога это. Мне сколько раз говорили, угрожали смертью. Я среди преступников работал. 18 лет сотрудничал с тюрьмой. Сотрудничал, то есть помогал заключенным. Выступал по рации. Они знают, я каторжник. Передо мной сердца раскрывались. У меня друг был, прокурор края, генерал, лейтенант. Мне дали возможность дела смотреть. Я выбирал самое трудное. В кабинет приводили этих, как следователи работать. Такое доверие было. Вот их пятеро идут за убийство. До суда уже трое вышли на свободу. Это Бог делает так. Почему? Я жил очень внимательно. Мне Бог это дал. Это не мое, это Бог. В Библии ни одно слово не изменено. Это нельзя сделать. Переписывали его много раз. Вот евреи, когда переписывали, они строчку напишут и считают буквы. На полях пишут, сколько букв. Ни одной буквы нельзя изменить. Это неправильная мысль. А так-то вы рассуждаете правильно. Вы большую пользу можете принести. Вот есть такой Невзоров Александр Глебович в Санкт-Петербурге. Он там, ну когда-то в семинаре учился, а дед у него был, кажется, генерал в КГБ. И он рассказывает, как вызывали там поп-оп, как они получали что-то, и за это своих выдавали. Я ему верю. Я когда был в Москве, мне говорят, ну вот тут нападает на церковь. А его Александр Глебович. А он фильмы ставил, там такие известные по радио, в телевидении выступает. Я говорю, а почему вы им не воспользуетесь? Да он такой, патриарх дал указания, когда он в студии, чтобы не были. Ну он зашел только туда. И сразу священники встали и пошли. Какие вы неразумные. Сразу в интернете появилось. Смотри, какой энергетикой обладает Александр Глебович. Эти черные-то попы вымелись, как боятся. Вы что делаете-то? Вы бы наоборот его приветили. Я говорю, вы должны собраться теперь, к нему послать делегацию и сказать, ты все знаешь изнутри церковь. Пожалуйста, приди и обречи нас в лицо. И мы попытаемся исправиться. Почему вы это не сделаете? Вы же знаете, как надо. Вот я был на Украине, а там был такой музычка, Сашка Билый. Он в Ищечне воевал, подбивал из танки. Уважаемый. Его там наградил, тогда был Джохар Дудаев. И мне говорят, вы находитесь со всеми общий язык. Я с народом работаю все время. Три радиопрограммы вел, университеты, школы, во всех отделах милиции, воинских частях. Это все мое поле где-то. Вы могли бы с ним найти общий язык? А его убили. Я говорю, я бы искать не стал, потому что это я. Я уже с пяти лет знал, кем буду. Я буду террористом. Отец рассказывал, что коммунисты сделали. Вот здесь жили люди. Вот здесь взяли, вот здесь расстреляли. Я вырасту, я отомщу. Я тренируюсь, себя подвергаю всяким истязаниям. Но Господь меня нашел и сказал, ты будешь гоним, и тебя будут убивать. Вот с апостолом, с авгоном так и было. Я рад, что вы вышли на встречу. Я молился, чтобы Бог дал человека этому. Так что вы... Спасибо. Вас как звать-то? Илья. Илья. Второй Илья сегодня. А я Игнатий Лапкин. Очень приятно. Если вы запишите вот это вот, наш... Секундочку, не отключайтесь. Да-да. Это наш Ютуб. На нем 13700 роликов наших. Открытым оком во свете Библии. Если вы напишите вот это же самое, впереди сайт поставите. Откроется сайт. На нем 50 книг моим голосом насчитаны. Как меня... Все, все, записал. И форум такой же под этим названием. Форум. 1600 тем. Вы там, если у вас сердце ваше откликнется, тогда зайдете в скайп и напишите Игнатию Лапкину. И мы в скайпе тогда поговорим. По скайпу. Потому что, видишь, вам дано это видеть. Этим надо воспользоваться. Желание справедливости нужно всем. Но они не знают, как. Действительно, так, действительно, я ни одного слова не опровергаю. Ну почему талант зарываете? Вы должны пойти. Пойти и сказать, я вот много по Америке ездил. Мне Бог позволил написать книги. У меня 41 том книг вышло. Эти книги не имеют аналога мировой литературы. Это опыт жизни. Психология. Как подойти к человеку. Ну и я решил тогда послать книги эти подарить библиотекам. Мы поехали с Барнаула в Владивосток. И оттуда проехали. Опять загрузились. Отослали 4 тонны границы. И мы прошли до Португалии. Прошли Скандинавию, Прибалтику. Прошли Турцию с той стороны и ушли на север. 650 городов мы посетили. Но это за 3 года. Я подарил на 35 миллионов. А у меня пенсия сейчас, сегодня, на сегодняшний день. 8 141 рубль 33 копейки. Мне не давали работать. Только вне ведомственной охраны. И только при милиции. А я этим воспользовался. Начальник политработник со мной в хороших отношениях. Каждый месяц милицию собирают. А я с ними веду занятия. И начальник УВД, генерал говорит, знаете, моя милиция себя тише стала вести. А я после строительной техники был направлен в УВД. В трогарежимный лагерь. Плюшкино. Иркутск. А потом уже был взят в ракетное счастье морфлот. Я не сам по себе. Меня взяли, посадили. Тогда было как? Отработать надо 2 года. Я работал там, куда послали. И поэтому жизнь показала. Без Христа я жизни не хочу. Она не жизнь. Это нет. А когда с Богом... Ну ладно, Игнатий Лаптик. Побежал я дальше. Спасибо вам очень. Приятно было познакомиться. Я зайду на ваш сайт. Обязательно напишу вам. Сначала на YouTube зайдете. У нас только что? Да, на YouTube. На YouTube. А потом зайдете туда. Вот совсем на днях умер у меня близкий человек, брат. Он когда-то купался. Нырнул в воду. 7 позвонков у него лопнуло. Разлетелись. И он 17 лет лежал скрюченный. Но он обратился к Богу и стал иконописец. У него один плечо Иисуса вдвигалось. Он вот так вот двигал мышкой. И потом мы познакомились с ним. И там о нем ролики... Первый ролик самый и второй. Я каждый день 10 роликов выставляю. И он последние дни перед смертью... Он умер только что. Он зашел сюда, вот в этот чат. Тут смерть. Я смотрю, тут одни блудники, раздетые. Показывают свое... Что попало. Большинство мусульмане. Вот так. Это рулетка такая. Нет, конечно. Вот. И я тогда говорю, что... Господи, он два ролика только здесь поставил. Я замолился так, Господи. Дай мне этот талант Сергеев. Мне дай. И я зайду. Я уже четвертый день здесь. И вас Бог послал. Давай Илья ищи. А вы знаете, как Илья переводится? Илья, имя Божье. Бог, моя крепость. Бог, Иль, Иль, это по-еврейски. Моя крепость. Будьте тверды. Мышлены. Сохранить вас, Господь. До свидания. Взаим. С Богом.